Смотрите, не отрываясь прямо в центр круга. Ваши веки тяжелеют, они становятся тяжелыми, как свинец. Ваши глаза закрываются, но держите их открытыми до тех пор, пока не посмотрите мой мастер-класс. Привет, с вами Анастасия и сегодня будем делать дизайн с оптической иллюзией. Понадобится тонкая синтетическая кисть и топ-код от Entity. Я уже сделала заготовку, нарастила ногти акрилом, хорошенько их забафила и сначала наносим фон. Я буду использовать черный гель-лак. Сначала наносим первый слой. Кстати, практически все черные цвета первым слоем ложатся не очень плотно, ничего страшного. Главное убедитесь, что вы нанесли его максимально равномерно. Просушили одну минуту и второй слой уже можно нанести немного ближе к кутикуле и получить уже более насыщенный черный цвет. Кстати, если вы работаете на нарощенных ногтях, на акриловых или на гелевых, убедитесь, что вы их хорошо зашлифовали, но не используйте слишком мягкий шлифовщик, потому что с него гель-лак может скалываться. Где-то 200-220 грит или даже 180 будет вполне достаточно. А вот 280, 300 и мягче, это уже слишком мягкие шлифовщики. Я бы не советовала их использовать. После покрытия вторым слоем, также полностью просушиваем. В моем случае это 1 минута в диодной лампе. И приступаем к дизайну. Для дизайна я беру кисть и белым цветом ставлю маленькие точки по центру и 4 точки вокруг, чтобы примерно отмерить расстояние, где будет наше украшение. Проверим. Да, приблизительно правильно получилось. И теперь к центру начинаем вести линии. Начинаю я линию достаточно широко. И она постепенно изгибается и становится более тонкой к центру. Чтобы получить такой эффект, необходимо набрать достаточно много геля на кисть. Кстати, я использую Mega White от Crystal Nails. И смотрите, сначала идет жирная капля у основания. И постепенно, приближаясь к центру, я поднимаю кисть. И в конце она рисует практически одним волоском. Так и получаются тонкие линии. Кстати, такие изогнутые линии делать гораздо проще, чем прямые. Ну и в принципе, в гипнотических дизайнах они, как правило, имеют изгиб. Так что продолжаем делать линии в направлении к центру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заканчиваем выполнение линии. Не бойтесь переворачивать ноготь клиента для удобства. Полностью просушиваем их 1 минуту в диодной лампе. И покрываем верхним покрытием. Я использую финиш от Entity. Вообще он для гель-лаков, но он не имеет липкого слоя. Убедитесь, что вы полностью запечатали этот дизайн. Когда он настолько рябит в глазах, очень легко не заметить какой-то непокрытый островок. Не забудьте также запечатать торец, полностью просушить в лампе 1 минуту. Ну а затем будем устанавливать украшение. И дальше нужно решить, если вы хотите его сделать на один вечер или на вечеринку, то можно закрепить гель-лаком. Ставим каплю и с помощью пинцета устанавливаем украшение сверху. И вот таким образом накрываем лампой, чтобы оно не съехало и полностью высохло. Но если вы готовы проходить с этим украшением несколько дней, то я бы рекомендовала установить его на моделирующий гель. Для этого надо поставить каплю крупнее и также обвести вокруг. Либо на акриловую каплю. И вот что у нас получилось. Вот так выглядит этот дизайн сбоку. И я вас уверяю, если вы это сделаете себе или своим клиентам, они только и будут делать, что играться с этим кругом. Надеюсь, что вам понравилась эта идея. Напишите в комментариях, стали бы вы носить такую игрушку на ногтях? Или может быть у вас найдутся смелые клиенты, кто попробовал бы такое? Я, пожалуй, денек бы точно с таким походила. Если вы впервые на моем канале, рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новые идеи для дизайнов, как эту. Спасибо, что смотрели мое видео и до встречи в новых. Пока!